В начале конференции Анатолий Пахомов доложил активу и секретарю Краснодарского регионального отделения партии Николаю Гриценко о проделанной работе. В первую очередь он отметил победу партии на выборах депутатов в Государственную Думу. И здесь, конечно, огромную роль играет взаимодействие единороссов с общественными организациями и национальными объединениями. На сегодняшний день численность сочинского местного отделения партии «Единая Россия» составляет более 12 тысяч человек. В городе работают 268 первичных партийных организаций. И сегодня лидер единороссов ставит новые задачи воплощать уже не столь масштабные проекты, а более конкретные, те, которые волнуют людей ежедневно. Одним словом, быть ближе к народу. Я лично дал команду, чтобы во всех наших населенных пунктах провели сходы граждан, чтобы услышать людей. И, по большому счету, планы на 2017 год мы строили исключительно из тех предложений, которые будут делать наши жители во время сходов. За четыре года единороссами было рассмотрено 3288 обращений. Из них более полутора тысяч решено положительно. По остальным вопросам, которые не входят в компетенцию муниципалитета, направлены запросы в федеральные краевые службы. Так, по обращению муниципалитета, к городу выделены федеральные краевые земли для многодетных семей. Уже в феврале очередники получат документы на 99 наделов бывшей федеральной земли в Кудепсе. Впереди передача краевой земли в Раздольном. А это еще порядка 50 гектаров. Именно инициатива единороссов легла в основу краевого закона о поддержке чаеводства, стратегического направления для Сочи. Работа городских властей и партийцев реализована и на федеральном уровне. Они выступили с инициативой о запрете узаканивания строений через суд. Это стало серьезным подспорьем в борьбе с незаконным строительством. Во всех этих вопросах «Единую Россию» поддерживает большинство сочинцев. Мы открыты. Мы проводим встречи. Мы проводим всевозможные форумы. И у каждого сочинца, не только члена партии «Единая Россия», есть возможность с нами встречаться. И мы реализуем все то, что ставит перед нами наше население. Сочинское местное отделение проводит большую работу в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных партийных проектов. Это крепкая семья, детские сады, детям, народный контроль, чистая вода, управдом, я люблю Сочи и многие другие. Помощниками в реализации этих проектов стали активисты молодой гвардии «Единой России». Без них не обходится ни одно массовое мероприятие. Волонтеры участвуют в рейдах, антитабачных шествиях, субботниках, интеллектуальных играх и дебатах, пропагандируют здоровый образ жизни и постоянно расширяют свой состав. «Огромная сила из 44 муниципалитетов мы, по сути дела, сегодня на второй строчке, первый город Краснодара. А по опыту работы, по результативности я бы вас назвал, может быть, даже самыми главными. Анатолий Николаевич стал сейчас на пятистале почета самым опытным и самым эффективным и управлянцем, и политиком». На отчет на выборной конференции отметили, что в Сочи проделана огромная работа. Но, тем не менее, необходимо активизировать решение первоочередных задач в социальной сфере, в вопросах импортозамещения, поддержки среднего и малого предпринимательства. Все это, в конечном счете, положительно отразится на качество жизни сочинцев.